Уважаемые коллеги, дорогие друзья, рад вас приветствовать на очередном заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Александра Михайловича Верчакова. Наши встречи проводятся ежегодно и призваны способствовать определению приоритетных областей, приложению усилий в интересах максимально эффективной деятельности этого важного механизма. Представительный состав участников наших мероприятий позволяет предметно рассматривать широкий спектр актуальных вопросов, принимать взвешенные решения в отношении направления совершенствования отечественной публичной дипломатии, помогать нашим неправительственным организациям. Сегодня мы все являемся свидетелями усиливающей сантироссийской кампании, непрекращающегося стремления дискредитировать Россию, ее внутреннюю и внешнюю политику. И в этих условиях, конечно, работа по наращиванию диалога с широкой зарубежной общественностью, с тем, чтобы нести в наши контакты с зарубежными коллегами правду, приобретает особое значение. И понятно, что прямые связи между людьми, деполитизированные экспертные дискуссии, различные просветительские проекты способствуют поддержанию доверия и взаимопонимания в межгосударственных отношениях. И я хочу подчеркнуть полезный вклад, который в эти усилия вносит фонд Горчакова, который утвердился в качестве востребованного инструмента поддержки шагов гражданского общества во внешнеполитической сфере. Деятельность фонда Разнопланова, продвигаемые инициативы стали уже достаточно известны в нашем гражданском обществе. Фонд оперативно реагирует через проведение своих мероприятий на различные события на мировой арене. Мы поддерживаем стремление фонда к диверсификации своей работы, что проявляется как в рамках предоставления грантов некоммерческим организациям, так и в контексте осуществления собственных проектов в сфере публичной дипломатии. Приятно, что поддержанные фондом начинания охватили все приоритетные направления, которые наш попечительский совет предложил на прошлом заседании на 2017 год. Наиболее востребованной оказалась тематика укрепления связей на постсоветском пространстве, развитие взаимодействия России и стран Евроатлантического региона, наращивание международного сотрудничества в противодействии новым вызовам и угрозам. Особо хотел бы отметить организованную совместно с Институтом США и Канады РАН конференцию по российско-американским отношениям в апреле прошлого года и московскую конференцию по нераспространению, которая состоялась в октябре 2017. Приветствуем усилия фонда по углублению межобщественного диалога в рамках евразийской интеграции по вовлечению в этот процесс новых некоммерческих организаций, экспертов из России и государств, участников Евразийского экономического союза. И, конечно, в полной мере сохраняют свою актуальность инициативу по проведению евразийских школ, экспертных дискуссий, в том числе по проблематике сопряжения евразийского экономического проекта и китайской инициативы «Экономический пояс шелкового пути». И, безусловно, когда наш президент продвигает концепцию «Большой Евразии», «Большого евразийского проекта», мы постоянно подчеркиваем, что наряду с уже проявившими интерес к этому процессу странами-участницами Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и ОСИАН двери всегда открыты для подключения к нему и Европейского союза в контексте налаживания равноправных, взаимовыгодных связей, которые будут опираться на баланс интересов. В любом случае, мы живем на общем огромном евразийском континенте и было бы, наверное, недальновидно продолжать отказываться использовать эти очевидные сравнительные преимущества в высококонкурентном мире. Хорошо зарекомендовалась я практика организации на площадке фонда Горчакова лекций с онлайн-трансляцией. Исхожу из того, что совершенствование работы в рамках данного формата, в том числе за счет приглашения авторитетных лекторов, за счет расширения тем выступлений, будет оставаться в фокусе внимания руководства фонда. Мы активно поддерживаем программы фонда для молодого поколения. В прошлом году запущено молодежное измерение таких проектов, как Примаковские чтения и российско-германский форум «Потсдамские встречи». Большая работа проведена по организации собственной секции фонда Горчакова в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, состоявшегося прошлой осенью в Сочи. Поддерживаем также рост интереса иностранных молодых специалистов к ежегодным научно-образовательным проектам «Диалог во имя будущего», «Дипломатический семинар молодых специалистов», «Школа по Центральной Азии», «Кавказский диалог». На повестке дня возобновление ряда других региональных дискуссий, дискуссионных форматов, в том числе «Балканского диалога». Весьма полезной следует признать практику проведения международных конкурсов работ среди молодых специалистов. Это конкурсы по ближневосточной, балканской проблематике, которые показали свою значимость в плане выявления и поддержки молодых талантов, и в плане расширения круга потенциальных партнеров и участников программ нашего фонда. Широкое признание получил многолетний проект фонда по поддержке экспертной мобильности, в рамках которого оказывается содействие командированию отечественных экспертов за границу, в том числе для продвижения наших подходов, подходов нашего гражданского общества на различных площадках. Считаю важным оказывать данному начинанию и в дальнейшем соответствующую поддержку. Сегодня, уважаемые коллеги, мы должны обсудить планы на перспективу, рассмотреть перечень приоритетных направлений на 2018 год. Фонд представил свои предложения, они у вас есть. Считаю их весьма актуальными, соответствующими многовекторному внешнеполитическому курсу страны и заслуживающими конструктивного рассмотрения и, надеюсь, поддержки. Так что приглашаю в ходе дискуссии высказывать свои соображения. Нам понятно, что в условиях строгой бюджетной дисциплины, вы знаете, в 2017 году полученные заявки на проекты со стороны некоммерческой организации по своей стоимости в пять раз превышали объем государственного финансирования. И понятно, что в условиях такой строгой бюджетной дисциплины мы выражаем особую признательность участию попечителей в деятельности фонда и хотел бы отметить вклады членов Совета Сергея Викторовича Чемизова, Михаила Дмитриевича Прохорова, Фатах Каюмча Шадиева, Алексея Александровича Мордашова, Николая Петровича Токаева, Владимира Петровича Евтушенкова. Они активно поддерживали фонд в прошлом году. Наверное, я не всех упомянул, но это наиболее значимые вклады были в нашу общую работу. И уверен, что наше взаимодействие с попечителями, о которых я упомянул, и с другими попечителями, будет развиваться и в наступившем году. Я благодарю вас за внимание.